Я работаю веб-юайщиком, последние полтора года работаю конкретно с Angular, постараюсь что-то почерпнуть для себя новое постоянно, очень сложная штука, и сегодня я хотел поделиться какими-то своими наблюдениями по валидации, как бы это лучше было, лучше сделать, давайте посмотрим с нашим аджендам, о чем мы сегодня будем говорить, немного поговорим о юзер-экспириенсе, у нас нет такой цели сейчас конкретно разбирать все best practices, может быть я просто сконцентрировался на каких-то основных моментах, которые я для себя выделил. Потом я немного расскажу о тех тулах, которые Angular дает для валидации формы, там может быть вспомню еще некоторые проблемы, с которыми я сталкивался, когда разрабатывал валидацию для своего проекта, соответственно, вот. Также мы рассмотрим валидацию формы с помощью кастомной директивы, ага, окей, Миша, сейчас, вот, да. Также мы рассмотрим валидацию формы с помощью кастомной директивы, я тут накидал небольшой прототипчик, так что будем, наверное, больше акцентировать внимание на практику, чем на теорию голую. Вот. И в конце еще обратим внимание на некоторые методы, связанные с тем, как хендить эррор на Angular, то есть как бы мы начинали на своем проекте разрабатывать приложение на Angular с нуля, еще никто тогда не имел с ним опыта, поэтому сталкивались с проблемами, наступали на грабли, возможно, я поделюсь, и ими кто-то на них не наступит. Вот. Так давайте двигаться дальше. Насчет best practice по юзер-экспириенсу, я как-то у наших юзер-экспириенс гаев со всех сервера спрашивал какие-нибудь советы, чтобы они могли посоветовать, и мне посоветовали, в принципе, смотреть, как это сделано в наиболее популярных вещах. Google, там Google Doc, Facebook, Twitter, Yahoo, то есть там как минимум уже все просчитано, продумано, и придумывать велосипед как бы нету смысла. Поэтому сейчас рассмотрим некоторые особенности, которые, может быть, я бы рекомендовал обратить внимание на которые. Насчет валидации формы. Сейчас во всех modern-аппликухах не принято предлагать юзеру вводить не required поля. То есть поля должны быть при первой регистрации, полей должно быть необходимый минимум. Если же у вас все-таки есть такие поля, которые не есть required, то required нужно обязательно позначить звездочками. Как это тут скрин Facebook. У них тут очень все лаконично. Следующий шаг. Пользователю нужно указывать на его ошибки, желательно, после того, как он убрал фокус с инпута. И подписывать, в чем он был неправ. Потому что на многих украинских сайтах часто проблема с регистрацией именно из-за того, что трудно понять, где ты именно допустил ошибку. Конкретно это форма регистрации Yahoo. Следующий момент. Некоторые силды предусматривают сложную валидацию или сложный ввод данных. Поэтому считается best practice, скажем так, обозначать эти силды с помощью некой иконки информационной. И по наведению на которую юзер будет видеть некий tooltip, где ему будет более-менее доходчиво объяснено, что же от него требует. И, наверное, последнее. Юзер должен видеть, когда он ввел данные правильно. То есть тут примерно регистрация на Twitter, когда вводится неправильно или уже зарегистрированный электронный адрес. Мы видим warning. Соответственно, они очень лаконичные галочки обозначают. Ну, лаконичные, но юзеру понятно, что он это поле ввел правильно и проблем дальше у него не будет. Вот. Это основные такие моменты по поводу юзер экспириенс. Следующий слайд, наверное, касается одного toolkita, который мы используем у себя на проекте. это font.awson, набор прикольных иконок, которые там основываются на CSS и шрифтах различных. Они кроссбраузерные, даже в E8 они работают, на удивление. Вот. Поэтому всем рекомендую. Есть ссылочка, где можно посмотреть. Там огромный просто набор всяких иконок. Так, двигаемся дальше. Теперь насчет Angular валидации. Как вообще Angular работает с формой? Если мы на Angular page внутри ng-app или внутри контроллера определим форму и дадим ей имя, то Angular при рендеринге страницы создаст, соответственно, объект этой формы. И у него там будет много пропертий в этом объекте. Мы их рассмотрим позднее. И там, помимо прочего, всего будут сами input-ы в виде пропертий объекта с набором свойств. Так вот, что можно делать в Angular? В Angular можно задавать дефолтную валидацию. То есть тут я себе взял с книжки AliLearner все примеры, скажем так. Дефолтная Angular валидация. То есть что у нас тут есть? Можем писать required, может писать min, max, length, ng-pattern, также там email, age, email, number. То есть, соответственно, когда юзер, Angular сразу добавляет к этим input-ам классы CSS, валидный, невалидный. Поэтому как только юзер что-то тайпает в этом поле, сразу же с помощью дайджеста цикла дайджест побегается, и сразу отмечает это поле валидным или невалидным, что очень удобно и использовать в дальнейшем в валидации. И мы это будем использовать в прототипе, чтобы показывать юзеру, когда он был неправ, сразу после того, как он уберет фокус этого элемента. Двигаемся дальше. Соответственно, тут я скриншот с демки, соответственно, с Google Chrome Dev Tool, где мы видим форму, как ее набивает Angular. Тут мы видим, в принципе, all inputs, email и IP внизу. Это input элементы этой формы. Соответственно, также Angular API для работы с формой дает куча синтетического, скажем так, сахара, который упрощает нам, девелоперам, жизнь. То есть можно позначать форму валидной, невалидной. Есть доступ, соответственно, к объекту, который содержит все ошибки леонарной формы. Видно дерти, соответственно, когда она помаркана, и пользователь изменял хотя бы один input и так далее. То есть дальше мы рассмотрим еще конкретно, как сами input элементы организованы. Если у кого-то есть вопросы, по ходу останавливайте, спрашивайте. Еще, может, в двух словах расскажу о input позднее, когда будем уже с демкой работать. Следующие слайды будут посвящены некоторым проблемам, с которым мы столкнулись в ходе разработки и валидации для нашего проекта, для нашей формы. Такой интересный кейс, это даже заводили на него, соответственно, на Angular странице issue, она уже закрыта. E-mail такого формата, как mi-example.example.com без точки, считается валидным для Angular и вообще для HTML5, я так подозреваю, что разные аппликации поддерживают разные RFC-шки по валидации e-mail с разными регэкспами, поскольку, например, такие вещи, например, как минимум компания Cisco, если зайти на открытую страницу, валидация на той странице для e-mail не позволяет вводить e-mail такого формата. С другой стороны, на Facebook мы можем вводить такой формат e-mail. Так что это интересная особенность Angular. Что еще? Ну и вообще HTML5, наверное. Вот, кстати, тут я привел несколько скриншотов, соответственно, мы видим, что на официальном сайте Cisco там есть возможность регистрации пользователям, и такой e-mail считается невалидным. Даже подсказка есть, что e-mail должен быть в формате user.company, обязательно .com, да. Если мы рассмотрим Twitter, то, соответственно, Twitter позволяет вводить такой e-mail. Вот такая интересная особенность, которую следует учитывать при разработке и каким регэкспам и какой RFC-шки следует компания заказчиков ваших. Так, идем дальше. Следующий слайд будет посвящен, наверное, каким-то best practices или плохим practices работы с Angular валидации, да. Конкретно код, который я вот нашел, как люди пишут валидацию на Angular, да, тут мы все видим прекрасный многоуровневый e-files. Его очень сложно мейнтенить, когда есть бази, сложно находить, где там конкретно баб, да. Вот, поэтому крайне не рекомендуется использовать такой подход к валидации формы. То есть тут банально человек валидирует форму, используя, вот как мы видим, как раз Angular-овский toolkit для этого. Да, то есть есть форма, в этой форме есть некий input e-mail, там есть объект error, соответственно, который содержит те вещи, которые мы помаркали в самом input в HTML, да, то есть required, тип e-mail проверяется. Вот это все делать таким ужасным образом, как бы я предлагаю делать это с помощью паттерна стратегия, то есть получается все довольно компактно и легко поддерживать. То есть у нас есть, в принципе, набор стратегий в виде объектов, клиентские стратегии, есть набор... Дружище, тебя не слышно вообще? Вообще не слышно? А ты как будто в трубу залез. Слышно хорошо, например? Да, я тоже нормально слышу. Интересно. Да, нормально слышно. Дим, может там у вас что-то со связью? Ну, ну, кто-то крутой. Ладно, окей, продолжай. Да, то есть есть некий набор стратегий, в которых мы можем спецификнуть месседжи для тех же, ну, уникальные, для тех же required полей для вальдации на required, на e-mail, скажем так, на numbered или не numbered и так далее. То есть удобно, в принципе, работать с стратегией в этом случае, удобно поддерживать, удобнее добавлять новые стратегии. То есть когда бизнес-аналитик вносит новый какой-то request, надо бы к функционалу requirement новое, то просто добавляется один объект, аккуратненько, где все четко видно, где там есть месседж, и что этот объект, по сути, делает. Вот. Следующий шаг. Что еще хотел рассказать? Из таких интересных моментов, как это у нас на проекте Angular 1.2. Мы уже полтора года, как говорится, кодали на Angular 1.2, и сейчас переход на Angular 3 не планируется, поэтому я еще не работал на проекте с ng-месседж, который появился с Angular 1.3. Ну, в общем, штука выглядит довольно удобно. Для чего она нужна? То есть у нас, в принципе, на каждой из семи предефайнутых, как скажем так, Angular валидаций, можно сеттать, мы хотим, да, скажем так, сеттать, когда какой ворнинг показывать. То есть когда там required ворнинг показывать, когда невалидный email показывать ворнинг, да, для одного и того же филда. То есть раньше в старом Angular мы должны были использовать такую конструкцию не очень красивую, ng-if. В соответственности от того, пользователь заполняет input, и по мере того, как он его заполняет, Angular, соответственно, базируясь на error объекте для этого input, выводит эти месседжи. Это как было раньше. И внизу вот под ссылочкой можно посмотреть, как это предлагают делать теперь, в более новой версии, используя ng-message, да. То есть ng-message сам будет следить за error объектом, в котором содержатся, соответственно, все валидации. И в зависимости от того, как юзер тайпает, сам будет выводить нужные месседжи, без всяких ng-if. То есть как более-менее элегантные условия. В принципе, в прототипе в своем я предложу еще один выход из этой ситуации, поскольку у нас на проекте Angular старый, поэтому мы по-другому немного делали. Вот. Что еще? Комощный вопрос. Да, конечно. То есть это, по сути, то же самое, только по-другому записано? Потому что я как бы что-то не могу... Ну, тебе не нужно писать уже ng-if, и там это все добавлять. То есть Angular за тебя делает. По сути, ng-message смотрит сам. Вместо тебя, ты раньше должен был писать ng-if и условия. Теперь ng-message сам смотрит за объектом error для каждого филда, и сам выводит в соответственности от того, как, ну, ты знаешь, наверное, этот объект error есть у каждого инпута, Angular-овского, и там есть пропертип, то есть он выглядит как... Там есть набор пропертип, required, number, email, если ты сам обозначил в инпуте. И, соответственно, они позначены true, false, true, false, в зависимости от того, валидный ли в данный момент то, что был пользователь, или не валидный. Соответственно, ng-message, он проходится по этому массиву, и в зависимости от того, как он меняется, выводит или не выводит соответствующие сообщения. То есть упрощается работа, как по мне. Вот. Двигаемся дальше. Еще такая, ну, один из последних слайдов из теории, из того, с чем мы столкнулись на проекте, да, то есть на начальном этапе разработки у нас, в принципе, вся валидация, когда нужно было что-то валидировать на бэкэнде, это, скажем так, сложные айпишки, некоторые, потому что у нас проект, связанный с сетями, ну, еще какие-то вещи, да, там, проверка на уникальность и другие. Мы это просто туда-сюда гоняли, статус был 200, все время окей, позднее мы поняли, что это неправильно, да, то есть для конкретных видов валидации есть в HTTP протоколе есть разные предусмотренные ответы, да, то есть конкретно если вы пытаетесь засоявить что-то, что уже есть в базе, то лучше возвращать на фронтенд ответ JSON с статусом 409 конфликт, да, соответственно, если был неправильный ввод, то есть неправильный ввод в input, то лучше возвращать статус 400 бет-реквест, да, ну или еще один пример, если у вас, например, клиент общается с бэкэндом в вашем через REST протокол, а ваш, соответственно, бэкэнд общается с каким-то внешним еще сервисом тоже через REST, и вот мы хотим что-то туда засоявить, в этот внешний самый сервер, отправляем запрос на наш бэкэнд, наш бэкэнд отправляет запрос на внешний сервер, там REST, например, PUT, да, какие-то данные, тот сервер в данный момент, в тот момент почему-то перестал отвечать, то на UI мы должны ожидать от нашего бэкэнда ответ в формате 500 internal server error, да, соответственно, на JavaScript, в Angular, да, мы будем эти все error обрабатывать в секции ошибок, я имею ввиду HTTP сервиса Angular, к примеру, то есть такая полезная штучка, еще, в принципе, есть ссылочка внизу REST API туториал, очень прикольная, сейчас просто покажу, быстренько, сейчас, где там, можно здесь, тут, тут, то есть тут, в принципе, очень интересно, так, и доступно описаны все статусы, то есть рекомендую просмотреть, думаю, что, можно много интересного для себя открыть, особенно для UIщиков, в принципе, как для меня, Я с бэкэндом редко работаю, поэтому мне было интересно поизучать эти вещи. Двигаемся дальше. Наверное, в принципе, у нас уже по самой презентации мы подошли ближе к концу. Сейчас я предлагаю немного посмотреть на демку, которую я подготовил, как я ее сделал, может быть, пообсуждать. Возможно, у вас будут какие-то предложения. То, что, в принципе, я на проекте один юайщик и все, что знает, все сам почерпнул где-то с интернета, где-то с конференции. У меня единственный вопрос, зачем ему эти шапки? Я не знаю, но выглядят они очень суровые и прикольные, как по мне. Поэтому давайте посмотрим демку. По сути, что я там наклепал, тут сверху неудобная штучка. Убирается. А, убирается? Круто. Круто. Готовы? Да, да. Крыш? Нет. Нет. Ну, неважно. Ну, очень простая такая валидация. То есть, есть два инфута, есть email address и IP, да. И, в принципе, идет по ней валидация. Я пытался это реализовать в стиле, как это делают некая сборная солянка Facebook, Twitter, Yahoo. То есть, какая идея? Идея, юзер делает фокус он на элементе. После того, как он это сделал, Angular его сразу помещает грязным, да, дёрти. Сейчас мы посмотрим. И сразу, как только он делает фокус, он блур, да, по сути, юзер видит сообщение, что email не валит. Тут сразу иконка с фонд Awesome предупреждающий, да. Можем тут глянуть аккуратненько, как Angular декорирует input и саму форму, да. То есть, мы видим, что, в принципе, Angular добавляет сразу набор атрибутов для формы, по которым сразу видно, форма это валидная и невалидная. То есть, в данном случае уже форма невалидная, да. Также конкретный input, с которым мы работаем, тоже Angular сам добавляет CSS класса к нему, по которому видно ng невалидный и по какой ошибке произошло reject, да. То есть, ng invalid у нас конкретно сейчас required, да. Мы позначили, мы можем увидеть в нашем input, сейчас подлистаем чуть-чуть вбок, что мы позначили его ключевым словом required, то есть, Angular его валидирует на required. Вот. Что и дальше, еще особенности. После того, как мы тайпаем, что там, какой-то email адрес, идет валидация на email, по сути, наверное, месседж не очень корректный. Оно, по идее, должно сравнивать, отправить на сервер запрос с email, и сервер должен отправлять ответ назад на клиент, есть ли такой email в базе или нет. Тут, кстати, интересный вопрос, такой концептуальный. Один раз мы с одним бэкэнчиком спорили, какой должен статус возвращаться. 409 конфликт или 200 ок, но с пометкой, что поле уже и существует. В итоге мы там еще архитектора подключили, в принципе, и пришли к тому, что конкретно в этом случае, когда просто идет проверка на уникальность, то есть, мы не пытаемся засъявить в базу повторяющийся email, мы просто проверяем на уникальность. Поэтому сервер нам должен возвратить ответ с хедерами статус 200, но с позначкой, что невалидная уникальность, скажем так, то есть, уже есть такой email. Если бы мы хотели сразу по кнопке submit, это все дело отправлять на сервер, и оно пыталось бы там засъявить этот email, повторяющийся всегда, нужно было бы возвращать статус конфликт. Но так, конкретно тут я задизайнил эту демку таким образом, что пока вся валидация на UI и на уникальность не пройдет, форма не будет отправлена. То есть, конкретно, если просто чувак захочет нажать на submit, то ему подсветят сразу, что поля надо заполнить. Это достигается с помощью того же класса ng-invalid, я просто в CSS прописываю, что для input с таким классом сделать красненькую окантовочку, и пользователю видно. В чем он не прав. Что еще? Давайте еще глянем, наверное, код немножко. В этом конкретном случае я использовал ng-moc, для того, чтобы симулировать, ну, это все поднято на ноде, ng-moc, для того, чтобы с помощью HTTP бэкэнда Angular всказать симулировать ответы от сервера. Давайте глянем сразу вниз. Вам, кстати, ребята, код видно более-менее? Да, нормально. Да. Не кидайтесь, в принципе, это демка, это нерабочий, соответственно, проект. Я просто хотел показать вам некоторые концептуальные моменты, с которыми я сталкивался. То есть у нас, по сути, есть две заглушки. Заглушка на validate, который присылает нормальный, по идее, ответ. И заглушка на IP валидацию, которая нам возвращает статус 500 Internal Server Error. Типа там внешний сервер почему-то перестал отвечать. И как это работает? Если мы что-то втыпаем тут, мы увидим error, соответственно, Internal Server Error. и в коде. То есть в коде у нас есть, наверное, там подробнее расскажу, я конкретно об этом. Ну вот у нас, давайте расскажу о всем коде, потом мы, наверное, вернемся обратно к этой валидации. Потому что будет, наверное, не сильно понятным код. Соответственно, как я предлагаю вообще работать с этими штуками? Да, то есть у нас есть форма. На форму навешивается директива form.submit, которая будет реагировать на submit. Это сделано для того, чтобы пользователь не смог отправить на backend пустую форму. То есть мы не должны это позволять. Пользователю, соответственно, передаем в директиву метод onSubmit. И еще важно обозначать форму novalidate ключевым словом HTML5, да? Чтобы браузер не пытался вставить свою кривую в валидацию. Ну мы все видели, как в HTML5 валидация выглядит не очень красиво. Соответственно, каждый input я предлагаю обворачивать в директиву для вывода сообщений. Если мы немножко погуглим, да, вот как люди делают директивы валидационные, в большинстве случаев они просто, как я показывал на предыдущем скриншоте, вставляют сюда там какой-то спан, да, там, спан. Есть в этом спане там у них ng-show, и они по, соответственно, вот форма, да, там e-mail, да, на ножом подпустим, вот. Тут какой-то мастер, правильно, Женя подсказывает. И они пытаются, ну, в общем, таким вот образом, например, required, да, там, выводят этот месседж. Соответственно, этих месседжей может быть большого количества, и в принципе, у нас могут быть большие формы достаточно, и для каждого input писать кучу спанов, соответственно, с разными там подходами, там, required, не required, e-mail, не e-mail, валидный, не валидный, там, провалидировался, не провалидировался. Ну, мне кажется, это не очень правильно, поэтому я предлагаю оборачиваться все дело в директиву, которая это все делает behind the scene, да, для нас конкретно. Также нам нужна еще директива для работы с самим inputом, input validation директива, и также мы передаем параметрам и стратегии, набор стратегий для конкретного input и конкретно имя стратегии. Почему нам надо именно прописывать директиву в самом input? Ранее я пробовал работать только с внешней директивой, но это не очень удобно, потому что, когда мы прописываем директиву в самом input, мы можем с директивы доступиться непосредственно к ng-моделу этого input, что очень удобно в принципе для работы валидатора. Соответственно, тут мы еще видим во внешней директиве, у директивы error message есть параметр show, куда конкретно мы просто передаем, да, там, значение для конкретного поля invalid или invalid. Valid или invalid, да. То есть, получается, нам не нужно уже писать кучу спанов, которые будут валидны для каждого конкретного случая. Мы просто будем в директиве говорить, что у нас пользователь ввел что-то невалидное, а директива там уже на основе стратегии будет сама разбираться и выводить необходимые данные. Вот. Конкретно, как это все дело устроено внутри. Значит, есть factory некая, которая в себе содержит стратегии. В данном конкретном случае очень простом, да, у нас есть стратегия для e-mail, есть стратегия для IP-валидации. Для e-mail мы специфицируем, иногда нужно для отдельного input'а свои warning'и для required прописывать, да, то есть, например, gmail невалидный или требуется заполнить поле, которое будет отличаться от других input'ов. Еще в идеале, в принципе, это простой пример, но в идеале в рамках этой же стратегии можно написать expression, скажем так, да, который будет там нам возвращать какую-то валидацию. То есть, ну, банально даже можно в этом expression описать функцию, которая будет возвращать, там, значение, что конкретно введенный input находится в рамках между какими-то цифрами, между, там, 9 и 10, например, да, там, ну, то есть, какие-то более сложные валидации, которые мы можем делать только с помощью функции, да, там, где мы будем эти все кейсы промалывать. Тут же конкретно для примера я просто custom message'ы спецификнул именно для input'а. IP'шка будет у нас пользоваться дефолтными месседжерами, которые я определил в самом валидаторе. Также интересный момент, есть, соответственно, объект с стратегиями, а есть, соответственно, у нас еще XHR, да, то есть штука, которая, когда мы хотим провалидировать input'ы, для этого нам необходим сервер, да, то есть мы должны отправить конкретно запрос на сервер, то есть тут только тело отправления запроса, вот у нас есть, соответственно, посты на validate и на IP валидацию. Саму обработку мы уже делаем в валидаторе, да, там уже посмотрим немножко позднее. Почему это удобно, да, иногда нужно отправить в рамках валидации одного input'а три запроса там на сервер, да, там бывают сложные случаи, тогда тут можно описать это все с помощью Q-all, да, в промисах. Есть такая штука, которая помогает нам хендить множественные запросы асинхронные и ждать, пока они все выполнятся и потом делать вывод, они успешные или неуспешные. То есть тоже очень удобный момент. Фактически у нас есть просто отвертка XHR и дальше мы ее можем кастомизовать как хотим. Вот. Это что касается стратегии реализации, ну, видно, что это у нас все factory, да, там вид Angular с сервисом, который нам повозвращает по итогу просто объект, да, там, который открывает нам наши эти стратегии. Следующая директива form.submit, очень простая, соответственно, тут из того, на что интересно обратить внимание, это тут required form, да, когда мы делаем required form, у нас в этом, в link методе, да, будет доступен объект формы и мы уже можем с ним работать. То есть мы там смотрим, например, если форма не валидна, то есть там юзер что-то там поклассал или вообще ничего не классал, скажем так, но просто решил submit нажать, да. Соответственно, мы добавляем для этой формы еще один класс дополнительный форм submit, да, что мы нажали submit и нам нужно посвятить все филды, где пользователь ошибся или который пользователь не запомнил. Если же мы тут не споткнулись, то мы просто вызываем метод контроллера, да, там, где у нас будет происходить, например, какой-то put rest запрос. Вот. Это что касается force submit директива. И дальше идет такая интересная штука. У нас есть две директивы, как вы помните, это директива error message и директива сам валидатор. Они вложены одна в другую, то есть мы давайте поднимемся выше, поглядим, как это реализовано. То есть у нас есть, соответственно, error message, это родительская сканта директива, да, и дочерняя input validation. Почему это нам удобно? Нам нужно, соответственно, на основании валидации, которая происходит в input валидаторе, передавать во внешнюю директиву родительскую, какой именно месседж выводить. Мы это можем сделать с помощью контроллеров в директиве. Давайте посмотрим, как это реализовано. Так, вот. Error message директива, да, у нас есть. Ну тут, конечно, это надо выносить все в темплит отдельный. Я тут оставил HTML в самом JavaScript, ужасно выглядит, я извиняюсь, просто чтобы нам было удобнее посмотреть, как эта вся штука работает, да. То есть, по сути, я тут сделал такой шаблончик, который будет нам выводить месседжи. У нас, если вы обратили внимание, у нас есть два варианта, наверное, еще не успел показать. Валидный и невалидный. Валидный, невалидный выглядит таким образом, а валидный совсем другой имеет шаблон, зелененький, да, такой с галочкой. Соответственно, нам нужно два шаблончика для них сделать. Соответственно, у нас есть шаблончик для ворнинга, позначенный с использованием фонд-осом toolkita, да, это иконка, соответственно, и выводится месседжи. Очень удобно, что, в принципе, с помощью ng-repeat мы можем выводить много месседжев. То есть, конкретно, есть кейсы, когда нужно сервера для конкретного инпута вернуть там пять месседжев различных, по каким они там не подходят, да, там, серверу. Поэтому их удобно выводить с помощью ng-repeater, да. Вот. Соответственно, тут также по аналогии реализован у нас и валидный. Ну, там много проще, там мы просто показываем красиво зелененькое окошечко на bootstrap'е CSS с галочкой. Вот. К реализации. Есть у нас тут контроллер, в котором есть метод showMessages, да. Мы этот метод будем дергать из внутренней директивы валидатора самого, да. По сути, когда там произошла валидация, мы будем с помощью этого метода маркать, выводить эрроры или не выводить эрроры, да. Ну, то есть, простая функция, есть контроллер в директиве, да, там, и, соответственно, showMessages, да. Мы просто выводим. Прежде чем я, тут есть у нас также scope apply, который нужен, когда данные выводят, когда, скажем так, форма маркается и данные в скопе маркаются не юзером, а другой сущностью. В данном случае там у нас будут они маркаться с помощью там асинхронного запроса, то есть, да, там с бэкэнда будет ответ приходить, поэтому нам нужен тут scope apply для того, чтобы вывести эти данные, да, вот, чтобы запустился scope digest и выбил все эти данные. Вот. Простая директива и немножко более сложная, сама внутренняя директива input validation, на что тут можно обратить внимание. Конкретно тут подключается три вещи в require, мы можем подключить сразу доступ к форме, доступ к ng-модели и доступ к внешнему контроллеру, да, который мы видели чуть выше, вот он. Error messages, да, там контроллер. Вот. Соответственно. Вот здесь, в этом четвертом параметре, в link функции, у нас будет три объекта. Объект с формой, объект с модель, с ng-модем, то есть с input, там не будут филды, соответственно, позначены. Давайте сразу поставим, может быть, где-нибудь тут input в валидаторе. В смысле, этот breakpoint, да. И так просто покажу, как оно выглядит. Так. Вот. То есть можем обратить внимание, что у нас тут доступно сразу три, да, конструктора. Это, соответственно, первая, это форма наша, в которой эти input'ы находятся со всеми возможными функциями. Set validity, set durst и так далее, да. В следующем у нас передается конкретно наш input e-mail, с которым сейчас валидатор будет работать. И третьим передается конкретно доступ к тому контроллеру, который у нас и функция, которая show messages, с которой будут месседжи отрисовывать. Что еще интересного в самом валидаторе идет? Валидатор вызывается on blur, да, там. Вот валидатор сам. Тут конкретно показано, как можно мерджать, в принципе, какие-то дефолтные месседжи. То есть мы определили, к примеру, по requirement, что для нашей аппликации, для наших input'ов, месседжи на required и на e-mail должны быть в таком виде, да. This field can be empty и you should specify email. Соответственно, у нас также могут быть, как в нашем случае, определены для e-mail свои кастомные месседжи, поэтому мы должны это все дело смерджать. С помощью underscore мы ключики эти вытягиваем и смердживаем все в один массив со стратегиями, да. Вот видно. По сути, ну это простой пример. На самом деле тут бы по-хорошему надо реализовывать мерджание двух объектов. То есть будет объект с дефолтными стратегиями, да. И объект с стратегиями кастомными, юзерскими, да. То есть там будет не только один field с месседжем, а также еще будет field с expression. Поэтому тут еще необходим еще один метод. Но чтобы не усложнять демку, в принципе оставил так, как есть, попроще. Соответственно, изначально мы должны убрать класс invalidElement для себя. По-моему это даже не используется штука, надо удалить. Вот. Дальше. Как идет валидация происходит? Первое. Мы должны проверить, что если форма валидна, то если юзер ввел нормальные данные, email соответствует паттерну и например field с email не пуста, только тогда мы можем дернуть сервер для того, чтобы спросить соответственно уникальный этот email или нет. То есть необходимо стараться как можно меньше дергать сервер, потому что есть такие приложения, в которых сервер дергается после проверки на require только, но это неправильно. то есть мы должны как можно больше выжать с клиента и только потом задействовать сервер. Соответственно, тут используется уже функция timeout. Это сделано для того, чтобы у нас не было накладки с функцией apply, scope apply, которая уже может происходить. Если не использовать timeout, то мы будем получать error в виде scope digest запущен. поэтому мы должны это использовать, потому что мы тут работаем, как видно, с XHR, с ассенсорными запросами. Соответственно, тут мы дергаем в наших стратегиях наш XHR, ассенсорный запрос, только передаем ему модельку. Соответственно, моделька это тоже у нас доступна для каждого input. И у нас есть два метода обработки на success и на error. Соответственно, в данном конкретном случае с email нам будет заглушка возвращать success. Давайте, может, сразу попробуем, чтобы я тут не обманывал. Поставим туда еще триппоинт один. Натайпим какой-то. Давайте тут уберем, чтобы у нас навешал какой-то message email. Так, вот. Брали. К нам, в принципе, пришел ответ с нашей загрузки. Она вернула у нас, соответственно, статус ок, isWallet true и message. В данном конкретном случае возвращается, что оно не уникально, несколько неправильно. Сама пропертия названа, но суть одна. Если неправильно, то мы, соответственно, маркаем форму с помощью метода setValidity, то есть маркаем ее как невалидную. То есть можем еще с помощью заглушки вернуть обратный результат. То есть в данном случае мы с помощью метода setValidity замаркали наш input как валидный, и он позеленел, соответственно. Когда придет error в этом случае, то мы посмотрим на примере айпишки. Мы замаркаем этот input как невалидный, и он, соответственно, покраснеет. Мы потом дергаем функции showMessages из контроллера, с которой просто передаем месседжи, и дальше уже директива errorMessage сама разбирается, как и что выводить. Вот. Давайте сейчас глянем, кстати, как реализовано, как у нас будут приходить запросы по невалидной айпишке. Напомню, что вот у нас конкретно HTTP backend там есть два. То есть тут мы дергаем ресурс на проверку IP валидная и невалидная. И делаем заглушку с помощью метода respond. Возвращаем статус 500, то есть это internal server error. Соответственно, HTTP сервис сам поймет, что это ошибка, и мы получим доступ к дате в секции для ошибок. То есть давайте попробуем стемулировать это поведение и получим месседж internal server error в идеале. То есть давайте вернемся вот сюда, поставим тут. Вот. И натайпаем что-либо тут. Вот, internal server error. У нас... Совсем я тут валидно сделал. Давайте еще раз попробуем. Раз. Так, идет от... Чуть-чуть некорректно работает. Я извиняюсь, а секундочку. Так, так, так. О. О. В данном конкретном случае произошла отправка на сервер с помощью XHR функции нашей. И мы в error секции получили доступ к дате. То есть тут видно, что нам пришел объект, статус error и сообщение internal server error. Тут мы уже просто маркаем input как невалидный и выводим месседж. Вот. Конкретно такая задумка. Ну еще в конце у нас есть стратегии наши. Это для вывода сообщений простых. То есть простой валидации. Соответственно, как я в принципе думал. Первое. Мы проверяем, что наша форма полностью валидная. Тогда мы дергаем backend. Если backend не соответственно... Если форма у нас не валидная, то есть пользователь уже что-то помаркал, то мы должны проверить это прежде всего на валидность или не валидность. Тут кусок лишнего кода. Вот. Используя стратегии. Стратегии, соответственно, у нас будут смерженные тут. И мы будем просто проверять. Проходить валидное, required, не required. Валидный email, не валидный email. И выводить соответствующий месседж. Вот. Ну и в конце есть контроллер у нас, в котором весь этот ужас происходит. Тут есть у нас, соответственно, мы инициализируем две стратегии для email валидации и для IP валидации. И есть метод onSubmit, который передаем директиву. То есть дальше уже директива будет сама дергать, если форма будет полностью валидна. И как бы он вернет нам надпись, что был отправлен какой-то XHR запрос на save. То есть это когда форма будет валидная. В принципе, это симулировать можно, убрав у нас проверку, скажем так. Вот этот XHR мы можем просто оставить на пустым людей. Просто пустым объектом. Так. Тут нам достаточно ввести валидную штуку. Нажать submit. И мы увидим, что, по сути, после того, как вся валидация прошла, дернулся контроллер и отправился, скажем так, фейковый запрос на пут данных, базу данных. Вот. Конкретно, собственно, у меня, в принципе, все по демке. Если у кого-то есть там вопросы, спрашивайте. Коллеги? Ребята, есть вопросы? Нет. Окей. Тогда спасибо. В принципе, у меня все. Надеюсь, она была, в принципе, полезна для кого-то. Вот. Спасибо, Владислав, тебе за презентацию. Вот. Напомню, что мы встречаемся через две недели. И помните про те объявления, которые я сделала в начале. Про Pacemaker, WebUI в Киеве и про Hackathon. Дополнительные детали будут в почте. Вот. А пока... Субтитры сделал DimaTorzok